Значит, читаем задачу номер 2. Поскольку зонт сшит из треугольников, рассуждал Петя, площадь его поверхности можно найти как сумму площадей треугольников. Вычислите площадь поверхности зонта методом Петя, если высота каждого равнобедренного треугольника, проведенная к основанию, равна 53,1 см. Значит, я сразу черчу равнобедренный треугольник и провожу его высоту. Высота, мы с вами уже знаем, равна 53,1 см. Значит, ну а мы с вами знаем, что расстояние между концами соседних спиц, Петя и Вася сумели его измерить, и получается, что это 38 см. Значит, у нас с вами всё есть для нахождения площади одного кусочка. То есть, С равняется А умножить на H поделить на 2. Получаем основание 38 умножаем на 53,1 и делим на 2. Ну, мы с вами можем сократить 38 на 2, получаем 19 и умножая 19 на 53,1, мы получаем 1008,9. Значит, теперь давайте посмотрим, сколько сегментов у нашего зонта. Купол зонта состоит из 8 отдельных клиньев, то есть площадь общая равняется 1008,9, мы умножаем на 8. То есть, получаем 8071,2 см квадратного. Теперь внимательно читаем ответ. Дайте в квадратных сантиметрах с округлением до десятков. Если мы с вами будем округлять, то должны округлить, отбросить единицу. Напоминаю, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 мы отбрасываем. 5, 6, 7, 8, 9. Добавляем к предыдущей цифре единицу. В данном случае единица, мы ее отбрасываем. Получаем 8070. Значит, в ответе сантиметры квадратные мы не пишем. Значит, спасибо за...